начнем мы с вами с эксепшенов кто помнит что такое исключение да чем она описывается да то есть у нас при возникновении внештатной ситуации в методе создается нами же специальный объект а что понимаете такое внештатная ситуация что это да то есть вы столкнулись с нерешимой задачей в данном участке кода то есть вам надо отправить запрос в базу данных база данных не отвечает вы как бы ничего сделать не может то есть в этом случае вы создаете специальный объект объект исключения и вместо того чтобы вернуть результат вы вместе с управлением потока вызвавшему вас методу возвращаете объект исключения который как раз и описывает что произошло почему произошло и по типу этого объекта можно понять что с этим делать помните это исключения объединены в иерархии в одну иерархию самый главный не главный а корневой класс это сруэйбл все исключения наследуются от класса сруэйбл у него три основных подкласса error exception и runtime exception чем они отличаются во первых проверяемые непроверяемые и по смыслу да то есть error это ошибки связанные с операционной системой или с gvm runtime exception это обычно ошибки связанные с синтаксисом exception это ошибки в бизнес логике можно так сказать а проверяемые непроверяемые чем отличаются ну грубо говоря непроверяемые это те которые не надо обрабатывать а надо устранять причины их вызвавшие ну то есть мы боремся не с последствиями а с причинами проверяемые мы боремся не с причинами а уже с последствиями ну то есть я пытаюсь подключиться к базе данных база данных почему-то не отвечает мне надо искать альтернативные пути подключения обработка будет попытка подключиться по другому адресу по другому каналу к другой базе то есть зависимости как это у вас в логике построено да то есть мы действуем в соответствии с нашим алгоритмом в нашем алгоритме произошел ожидаемая ошибка ожидаемый сбоя ожидаемая ошибка то есть мы предполагали что есть вероятность что к базе данных мы не сможем подключить как бы слабое звено в нашем алгоритме это работа с базой данных потому что там много элементов цепи которые от нас не зависит там интернет и так дальше например или какая-то сетевое оборудование стоит хорошо что надо делать проверяемыми исключениями то есть проверяемые исключения нужно учитывать а учитывать мы их можем двумя способами да это при помощи блока trycatch где мы этот exception отлавливаем и обрабатываем либо же если мы в текущем блоке его обработать не можем мы в текущем методе мы его обработать не можем мы используем директиву с rows которая говорим о том что наш метод теперь тоже является потенциальным источником исключения так как в нем может возникнуть исключения которые он не обрабатывает а отдает назад как результат своей работы но здесь показано заполнение стека то есть мы из метода main вызываем метод вызываем метод вызываем метод вызываем метод вызываем например выбрасывается исключение а потом в обратном пути мы начинаем искать кто же это исключение обработает а если исключение никто не обработает что будет смотрите тут тонкость в чем что если наше исключение никто не обработает исключение обрабатываются рантаймом средой выполнения обрабатываются каким образом просто в консоль печатается стек трейс этого исключения приложение завершает в этом случае свою работу только если у нас одна поточная приложение если у нас многопоточное приложение то завершает работу только тот поток в котором это исключение возникло и не было обработано все остальные потоки вместе с приложением продолжают свою работу то есть у нас этот же метод может выполняться в других потоках в котором было выброшено исключение это мы с вами когда многопоточность будем рассматривать мы это рассмотрим ключевое слово сроуз где используется после объявления метода при объявлении метода используется ключевое слово сроуз чтобы показать что этот метод может вернуть исключение и то что он является потенциальным источником исключения следовательно этот метод если мы хотим исключение это отловить надо будет заключить в блок TRY хорошо TRY CACHE FINALLY используется для того чтобы отлавливать и обрабатывать исключения помните какие бывают варианты бывают TRY CACHE, TRY CACHE FINALLY, TRY FINALLY и TRY с ресурсами TRY CACHE TRY CACHE FINALLY отлавливает и обрабатывает исключения а в FINALLY что обычно происходит происходит да то есть это блок кода который выполняется всегда и обычно используется для закрытия или освобождения еще говорят ресурсов TRY CACHE FINALLY или исключения не обрабатывает а просто закрывает ресурсы ну обычно или выполняет какой-то другой набор инструкций TRY CACHE TRY CACHE TRY CACHE FINALLY может быть скетчом может быть без скетча может быть с FINALLY может быть без FINALLY самостоятельно тоже используется для того чтобы автоматически закрывать ресурсы а кто помнит в ресурсах какие можно использовать классы какой интерфейс должны реализовать то есть вы в TRY CACHE ресурсах вы или в ресурсах TRY CACHE можете использовать только классы реализующие интерфейс автоклассы причем ну вот например файл INPUT STREAM является автоклассейбл причем у нас другая отличительная черта вот этот INPUT FINALLY по умолчанию FINALLY то есть внутри TRY INPUT переинициализировать нельзя TRY CACHE и в Java 7 появился так называемый multi-CACHE помните что это такое то есть когда у вас один CACHE может обработать эксепшены разных типов несколько эксепшенов можно подумать что сюда может прийти там три эксепшена да сюда приходит один но один или этого типа или этого без разницы понятно ну про нюансы мы с вами поговорили единственное смотрите такой нюанс если у нас TRY CACHE FINALLY да ретурн где надо располагать если нам нужно расположить а где он может быть ресурс ретурн может быть в TRY ретурн может быть в CATCHE ретурн может быть в FINALLY и может быть за пределами этой конструкции может быть в любой из этих конструкций Давайте с вами какой-то примерчик Так вот, напишем и попробуем это дело обыграть Проект с вами создавали лишь в прошлый раз Продолжение следует... Все много взял, запрыгнул не туда Сейчас... Можно сделать по-другому? Вот это чуть-чуть неудобство Смотрите, давайте сделаем какой-то метод статический В котором могут выбрасываться эксепшены Например, String s.readFromConsole Создадим такой метод И нам надо будет что-то возвращать Окей, а как будем... Что здесь нужно? Кто помнит, как с консоли читать? Сразу объявим... Мы знаем, что нам нужен Trice ресурсами Что там есть? ToException Пусть нам сам предложит... Buffered Reader А здесь что? Дальше... Дальше... Вот... Эта штука требует... Дальше... Теперь нам нужно... Да... И нам надо что-то вернуть... Смотрите... Как делать правильно? Правильно я должен сделать здесь... String Затем А здесь Нужно Взять Result Равно RIDELINE И вот здесь его вернуть Таким образом Если будет exception, я верну на null Правильно? Не будет exception, я верну на NULL верну результат. То есть вот так писать правильно. Но мы с вами в учебных целях сделаем по-другому. Мы сделаем вернуть вот так. То есть я сделаю три ретурна. Три ретурна. Здесь я верну getLocalized getMessage А здесь я ретурну end Видите, теперь он мне не требует здесь ретурна вообще, потому что у меня есть ретурн во всех блоках. Без вариантов. Даже вот так бы он все равно уже ничего не требовал. А теперь к вам вопрос. А какой будет А что будет выведено на экран? Finish написать. Что не то написал? Ну, что будет Всегда? А когда? То есть если я это сейчас давайте запускаю. Ну да, по-хорошему надо что-то попросить. Используем south input Нажму enter, что будет? Так hello или finish? Или hello? Ну, я имею ввиду этот hello мы не учитываем. Он останется понятно. Будет еще раз hello и finish? Или просто finish? Прикол в том, что финиш будет всегда. Вообще всегда. Как эта штука работает? Я пришел сюда. Прочитал строку. Return помещается в буфер. И после того, как он поместился в буфер, выполняется final. То есть final выполняется в любом случае. То есть я дошел до ретурна. Я должен вернуть значение выйти из метода и все хорошо. Но у меня есть final. А оно должно выполниться. Поэтому мы return который мы подготовили это значение которое хотим вернуть мы его положили в буфер. Куда-то. На временное хранение. Заходим в final. А тут опа еще один ретурн. Этот ретурн приоритетней. Буфер потерли и вернули finish. Не важно. У меня будет эксепшн. Не будет эксепшн. Всегда будет ретурн. Финиш. Вот это вообще никогда не напечатается. Ну как в принципе вот это. Понятно. То есть вот такая неправильная архитектура. по-хорошему здесь finish вообще не нужен. Ну finally вообще не нужен. Потому что ну ресурс мы закрыли. Finally обычно закрывают ресурсы. Редко когда finally делают ретурн. Потому что можно просто стереть все и написать ретурн. и все. То есть finally делают ретурн только в том случае если не важно что произошло внутри вы что-то хотите вернуть. Ну я тут константу написал. А я ж могу здесь выполнять кучу операций и вернуть там какой-то промежуточный результат до которого вот оно дожило пока не умерло. Ну такая схема плохая. Понятно? Правильно сделать конечно то как я показывал. Ну давайте я пример убивать не буду. Чтобы он как пример и остался. Вот это такой момент который на котором иногда подлавливают. Finally выполняется всегда независимо от этого. Как exception сделать? Хочу exception. Нет. Вот я хочу чтобы этот метод упал. Да могу ввести что угодно. Не не меняя код. Ну вот этот. Не меняя код этого метода. За что б я не ввел. Не важно. Он строку читает. Та цифра тоже строка. Все равно будет работать. Как exception получить. Конечно. Правда мы его все равно с вами не увидим. Ну давайте принстэк трейс хоть сделаем. Смотрите. Я закрыл system in. поток закрыл. Читать не могу. То есть я сымитировал ситуацию в возникающей exception. Зачем имитировать ситуацию в возникающей exception. Мы с вами узнаем на тестах. Потому что есть ситуации когда вы при определенных стечениях обстоятельств хотите получать exception. То есть если вот так должен быть exception. вы это должны проверить. То есть есть положительные исходы тестирования. Отрицательные исходы тестирования. И тестируются и те и те ситуации. Вот мы с вами это дело уронили. Ясно да? Давайте это закомментируем. Просто показал что так можно. И видите причем вывод какой. Финиш все равно печатается. И почему? А что вот print stack trace разорван? Ну один же метод печатает вот это. Почему вывод финиша влез внутрь? И вывода другого метода. Смотрите тут ситуация в чем. У нас уже здесь многопоточный вывод. Красненькая печатает system error. Черненькая печатает system out. Это два разных потока вывода. Они работают параллельно. Они работают параллельно. Но они работают с одним разделяемым ресурсом с консолью. Вы не можете одновременно в консоль напечатать сразу два текста. Вы можете печатать по очереди. И получается так что печатал один. Печатал. Потом например по какой-то причине он остановился. Управление и консолью завладел второй. И по моему этот еще не буферизированный. Там многопоточный вывод. Надо посмотреть system error буферизированный или нет. Скорее всего он начал накапливать буфер. Ну он накопил что-то в буфере и напечатал. Начал накапливать буфер дальше. Пока он накапливал буфер, консолью завладел другой поток. И напечатал туда свое. Этот продолжил печатать. Это неприятности многопоточной. А я же закомментирую. Не будет ошибки. Понятная идея? Так, хорошо. Поехали дальше. Это мы с вами обсудили. Оператор throw передает exception runtime. Если мы хотим какой-то exception выбросить, то используется оператор throw. Оператор throw можно отдать только потомка throwable. Стринг сюда передать нельзя. Причем сам по себе объект exception это обычный объект. Он становится exception только после того, как вы его передаете как аргумент оператору throw. А может быть одновременно throw и tryCatch в одном методе? И внутри tryCatch и throw при объявлении метода? Когда? А по одному и тому же исключению может быть catch и throw. Может быть когда, смотрите, вы берете в try и ловите, например, null pointer exception. Кстати, непроверяемые исключения можно тоже отлавливать. Не обязательно только проверяемые. Непроверяемые можно отлавливать так же, как и проверяемые. Но это считается, как бы, ну да, не очень хорошей практикой. Но в некоторых случаях это надо делать и это делают. То есть это не то, что вот так никогда не надо делать. Так не надо делать, если это явно не нужно. Если для этого нет веской причины. И когда у нас может быть и try и throw. Смотрите, я в try ловлю null pointer exception, а потом беру и делаю throws. Ну, только тут надо писать throws и. Ну, throw и. Получается, я поймал exception, а потом его повторно выбросил. В этом случае у меня будет и catch и throws. Этот exception должен обрабатываться в двух методах. Есть exception, которые по бизнес логике надо обрабатывать не в одном методе, а в двух. Да. Тот метод, который нас вызвал. То есть. Еще и в другом. То есть тогда у нас будет catch по этому exception, throw этот exception и throws по этому exception. Называется re-throw exception. Следующее. При переопределении методов нельзя расширять перечень выбрасываемых exception. То есть если ваш метод в классе A, метод M, throw с IO exception, то в методе M дочернего класса вы можете выбросить IO exception ничего либо потомка. Но выше по иерархии или другой exception вы вернуть не можете. Помните это? Ну мы это просто рассматривали. Как это можно обойти? И что такое exception причины? cause exception. Например, давайте сделаем какую-то иерархию. иерархию. У нас класс A. Здесь будет метод M. будет возвращать стрим их. Вот так. иерархию. И, например, он вообще никаких exception не выбрасывает. Делаем класс B. иерархию. Странс класс A. Переопределяем метод M. А здесь делаем вот такую хитрость. Этот метод оставим в такой хитрость. Делаем еще один такой хитрость. чисто puisse продать а MASTA с ними. Но сделаем его почти нормальным. почти но в кече мы печатаем принстек трейс и делаем ревыброс и а здесь делаем вот так то есть наш метод смотрите catch.ioException и throws.ioException и здесь вот а здесь в моем методе m вот как раз и буду читать и верну то что прочитал но беда видите он кидает exception и пробросить на верх я его не могу но он уже говорит ты хочешь поменять синтаксис верхнего метода то есть я не могу сделать вот так вот потому что он мне говорит а как у тебя родитель ничего не выбрасывает да то есть и как мне взять и сделать так чтобы m этот exception наружу пробросил то есть я пользуюсь методом который мне возвращает ioException я его здесь обработать ну например не могу мне надо его вернуть выше чтобы его кто-то там поработал но мне это не дает сделать родительский метод у которого нету этого возвращаемого exception например я взял какую-то стандартную библиотеку или чужой класс от него унаследовался писал свою логику вот у меня возникла такая необходимость пробросить exception вверх тому кто этот метод вызовет но мне это не дает сделать наследование как это можно обойти я делаю try catch опять же result как мне куда этот exception деть а мы можем сделать следующее например printstack trace убираем а здесь делаем throw new какой-то exception непроверяемый можно сделать illegal давайте свой создадим exception контейнер какой-нибудь exception сюда передаем в качестве аргумента и create class делаем его потомком можем runtime exception либо error error теперь это у нас непроверяемый exception у которого есть конструктор который в качестве аргумента принимает exception ну это контейнер для любых exception и этот exception мы через супер отдаем родителю все смотрите я exception выбросил наружу здесь ничего мне в синтаксисом писать не нужно теперь теперь здесь я опять имитирую закрывшуюся имитирую exception свой беру создаю b c и говорю b . с . 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 но мне этот trycatch надо тебе вписать самому то есть я здесь пишу try catch как в этом exception назывался да контейнер . . . . . . . есть ли у меня здесь будет exception , я его увижу и обработаю . а теперь интересно если exception не будет , будет нормально, запускаем откуда-то взялся но сейчас да не дописал вот так все работает hello hello теперь мы с вами закрываем запускаем видите и вот то есть мне вот этот вызов метода то есть метод продолжил работу то есть я мое приложение не завершила свою работу по exception то есть я вот продолжил свою работу вот этот метод напечатал мне вот null а что мы здесь видим в стеке то есть на самом деле стрим стрим клоузд ошибка вот он кост бай вот это непонятно откуда вылезло вот это непонятно откуда вылезло должно было быть вот отсюда кто его напечатал кто его напечатал он статический в другом классе он статический в другом классе а вот откуда то есть на самом деле то есть это просто вывод то есть мы вывод убрали а просто возвращаем ну просто чтобы вывод вас не путал сейчас покажу еще раз вот смотрите он мне говорит exception вот exception container а потом мне дает двоеточие пишет exception который причина и его месседж стек вызова для этого exception а потом пишет кост бай стрим клоузд то есть этот exception был последствием вот этого exception то есть вот это exception причина а это уже его следствие и когда вы видите exception и с косом смотрите сразу в кос это причина а это следствие и таких exception бывает в 50 процентах случаев вот эта часть мы на нее не обращаем внимание потому что есть exception причина и вот это и на самом деле вот это надо чинить а это как бы уже следствие вот этого бывает косов у коса у коса есть кос у коса есть кос то есть смотрите кос 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 вы смотрите самый нижний самый нижний кос это тот как первопричина да особенно вот эта штука часто бывает с фреймверками фреймверки где-то у них внутрях произошла ошибка которая пока до вас долезла обросла еще exception ну вот эксепшен причинам через эксепшен причина можно пробросить эксепшен куда-то выше если вам это не позволяет наследование эксепшен причина появилась в версии 1.4 ну на английском пишут кос да на русском сцепленные исключения ну тут не знаю насколько это правильный да ну из chain exception но вы видели что он пишет cost by exception причина да исключение причина потому что chain exception на термин потому что но все равно мы пишем мы у строя было есть метод get кос где вы можете получить кос и можете использовать метод и нет кос чтобы уже готовому эксепшену дать эксепшен причину либо же используем конструктор конструктору в качестве аргумента даем исключение причину можно дать конструктору message и exception причину exception причину можно засетить только раз менять ее уже нельзя если вы сделали через конструктор то и нет кос уже работать не будет если вы один раз и нет кос сделали второй раз и нет кос работать не будет подменить его уже нельзя вот задано только однажды понятно под классы свои exception мы создавали помните да как создавать exception потом к мы только что его создали потом а какого-то из класса exception основных трех от строя было не надо наследоваться считается тоже плохой практикой наследоваться от строя было обычно наследоваться от рора runtime exception или exception ну или каких-то потомков если нужна еще большая конкретика да теперь есть еще другая штука которая называется suppressed exception что такое suppressed exception мы кстати на прошлом занятии с вами все рассмотрели смотрите давайте создадим новый класс потому что здесь и так уже хватает наверное надо сделать пакет exception и смотрите какая ситуация делаем свой файл делаем метод копирования помните мы с вами копировали ресурсы из одного файла в другой ну файл между собой копировали копировали не копировали мы читали из файла но файл не писали предположим что будем такое делать копии просто копии откуда копируем здесь куда копируем сейчас неважно мы не будем делать работающие работающие мы будем делать пример делаем метод который копирует из одного url в другой url в адрес путь для того чтобы нам что-то скопировать нам нужен читатель и писатель ресурсы которые умеют читать которые умеют писать делаем делаем трай с ресурсами делаем свои ридеры в райтеры делаю класс и мейврайтер и мейврайтер в дом и в дом и создание создаем эти классы Этот класс должен реализовать интерфейс AutoClassAble. Соответственно, должен быть метод close. И давайте сделаем метод read. Паблик. Стринг. Read. Прочитал, верну. Вот такая логика. Теперь нам нужно сделать в writer. Идея та же. Implements AutoClassAble. И делаем метод write. У которого, например, stringtool и stringtxt. И все. Вот такая заготовка. Я просто делал методы, которые буду вызывать. Как эта штука должна работать. Например, я беру и вот здесь внутри. Беру myWriter. На нем вызываю метод write. Сюда ставлю to. myWriter. Read. Сюда ставлю from. Ну вот и, грубо говоря, какая-то схема, которая работала бы, если бы read и write были реализованы корректно. Да, то есть это такая заглушка. myWriter. Ну давайте myWriter. Просто сделаем так system.out.println. текст. В write.to. Кто-то пишет. Если мы это теперь дело вызовем. string в write.to.to. То есть строка была записана в пункт назначен. Мы вот тут написали. Можно написать. file.txt string в write.to. file.txt Работает. А теперь смотрите, какая интересная штука. Давайте скажем, что вот здесь будет exception. При закрытии ресурса у нас произойдет exception. Может быть, да. Пожалуйста, вот exception. И мы здесь пишем throw new и exception. Произошел exception. Напишем текст поясняющий поясняющий in close myWriter.close myWriter.close то есть ошибка, которая произошла при закрытии myReader. Теперь сделаем то же самое на myWriter. И то же самое при, например, при вратье. И то же самое при, например, при вратье. вратье. Почему ругается? Давайте делаем вот так. А теперь что ругается? да. Unreachable code. Если true. То есть у нас с вами три exception три exception. Правильно? А как вы думаете, что будет? Какой из этих exception будет или в каком комбинации они будут? то есть у нас метод close должен вызваться в нем exception метод close второй должен вызваться в нем exception и врать должен вызваться в нем exception это я их явно видите вызвали метод получили exception но exception же может быть один видите вот у меня здесь exception то есть вот эта штука не может дать один exception на три не может сюда вернуть выглядит это будет вот так смотрите смотрите exception in my врать врать exception при вратье почему он первый произошел а потом два suppressed exception почему так произошло я вызываю здесь врать он кидает exception но мне надо закрыть ресурсы я же не могу прервать работу этого блока и перейти в кетч вернее я прерываю работу внутренностей try и иду в кетч но при переходе в кетч мне обязательно надо закрыть ресурсы закрытие ресурсов никто не отменял то есть я в трое ловлю exception этот exception отдаю на обработку в кетч и закрываю ресурсы то есть я не просто взял из трое ушел и все бросил вот о exception все я все бросил не важно что там с ресурсами у меня exception я прошел в кетч нет я как бы взял exception инструкции try останавливаю выполнять но ресурсы закрываю но при закрытии ресурсов я хватаю еще два exception у меня получается по факту три exception с которыми я должен прийти в кетч но я не могу прийти в кетч с тремя exception и здесь появилась эта конструкция suppressed exception появилась в седьмой джаве когда появился try с ресурсами вот и появляется такое понятие как suppressed exception то есть первый exception появился а все остальные мы ему как бы в хвост добавляем говорит ты летишь и собой давишь остальные да ну по-моему подавленные переводится suppressed exception сопряженные может сопряженные то есть у с рейбла есть лист подавленных exception сопряженных лист сопряженных exception куда мы можем сами вручную по необходимости подобавлять сколько угодно сопряженных exception сможем на это даже посмотреть вот мой exception да и перед тем как делать printstack trace я могу с ним что то поделать смотрите я эмммм эммм 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 с например теперь запускаю вот добавился еще один suppressed exception то есть suppressed exception хранятся в рейлисте потом мы все их можем смотреть и достать отсюда по моему тоже можем и get get suppressed а возвращает он их как массив и можем их все перебрать и 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 я их туда могу уложить я их оттуда могу доставать то есть эксепшены бывают эксепшенными причинами с сопряженными эксепшенами это надо знать для того чтобы читать потом логи ну или какие-то по каталина от системных лог-файлов чтобы понимать что у вас в системе были за ошибки и потом пытаться понять от чего же они возникли какие будут вопросы все понятно по эксепшенам то есть ну на этом в принципе мы наверное тему эксепшенов рассмотрели полностью то есть вы теперь знаете что такое эксепшены причинные там какие-то еще эксепшены как это было не подавленные сопряженные как создавать эксепшены ну и как их прокидывать обрабатывать и так дальше пример этот выложу мы перешли к G-Unit давайте перед G-Unit сделаем перерыв чтобы потом на нем не прерываться и мы с вами подошли к G-Unit или к юнит тестированию G-Unit это оболочка модульного тестирования это программные средства для разработки тестов включающие построение выполнения тестов и создания отчетов юнит тесты наверно одни из первых появились в Java и поэтому потом перекочевали и во все остальные ну не во все но часть языков G-Unit, Java, Unit тесты что они позволяют сделать они позволяют проверить корректность работы методов текст теорию прочитаете я вам расскажу своими словами то есть юнит тесты в основном пишут разработчики то есть если тестировщики пишут там какие-то интеграционные тесты да там тесты UI вы тестируете корректность работы вами написанных методов написали метод и программно проверили корректность его работы и программно вы это проверяете в искусственной среде то есть вы берете метод отдельно от всего окружения даете ему что-то на вход ну какие-то аргументы и смотрите что будет на выходе и тем самым проверяете корректно ли ваш метод работает удобство юнит тестов заключается в том что при сборке тесты автоматически проверяются или прогоняются да если какие-то тесты не пройдены то сборка считается проваленной то есть билда вы не получаете в чем здесь плюс вы часто в проекте что-то меняете и ваши изменения могут повлиять на корректность работы каких-то методов о которых вы и не подозревали об этих ошибках об этих некорректностях когда вы производите сборку проекта все ваши методы при помощи юнитестов тестируются причем они тестируются по отдельности то есть мы протестировали каждый кирпичик в отдельности и если все кирпичики целые то скорее всего и связка между ними ну если их все собрать вместе тоже будут работать корректно тестировать можно положительные исходы и отрицательные исходы то есть что это значит вы пишете тесты на корректную работу когда методу дали нормальные аргументы и он дал вам нормальный ответ на внештатные ситуации то есть когда вы методу даете некорректные значения и вы ожидаете определенных эксепшенов и если этот эксепшен был выброшен вы считаете что тест пройден то есть вы тестируете положительный сценарий и отрицательный или негативный сценарий потом вы можете тестировать скорость работы какого-то метода то есть на то что метод должен отработать за определенный интервал времени то есть по производительности можете накладывать ограничения дальше когда вы тестируете ваши методы вы должны как это правильно сказать протестировать все возможные ситуации то есть обычно не один на метод пишут не один тест а несколько количество тестов определяются количеством ветвлений в логике обычно это if то есть сколько if столько тестов ну это так если в лоб сказать то есть если у вас есть условие и false то у вас уже может быть true false если у вас true false то результаты будут от этого зависеть ну меняться если true то одно значение если false то другое вы должны проверить и по true и по false банально да то есть у нас один if у нас один if то есть мы уже должны писать два теста один который будет тестировать если true второй будет тестировать если false понятно и есть даже автоматические ну плагины средства которые оценивают покрытие кода тестами то есть код вы пишете тесты но вы не знаете насколько вы полно ваш код покрыли тестами считается в идеале минимальный процент покрытия 80 процентов в идеале ваш код должен быть на 80 процентов покрыт тестами тестирование ну в теории занимает 30 процентов времени то есть если у вас есть бюджет разработки то треть бюджета идет на тестирование не вообще на тестирование ну это G-Unit как составляющая часть ну это опять же теория если посмотреть на написание документации на написание тестов то это будет даже и больше в чем преимущество тестирования в том что это в начале усложняет жизнь крепко вы пишете код у вас еще не ну как бы знаете как бы тестировать то что еще не работает ну вы еще не получили окончательного результата а должны тратить время на написание тестов то есть вы хотите побыстрее получить продукт который хоть как-то работает ну минимальную рабочую модель MVP а вам надо не как бы идти к цели да а тормозить на тестах вы пишете тесты 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 но потом оно упрощает жизнь в чем вы написали много кода вы что-то поменяли вы вообще не представляете где это может вам вылезти боком вам надо это собрать запустить и ну какими-то другими способами проверять работоспособность там вручную куда-то клацать и отдавать тестировщикам чтобы они там смотрели или же если у вас все покрыто тестами то если сборка прошла тесты все прошли то с большой долей вероятности все хорошо помимо юнитестов еще есть нагрузочное тестирование ну там много разных теорий тестирования но я не тестировщик мне как бы сложно об этом говорить ну юнитесты пишут по правильному разработчики потому что они понимают зачем методы как они должны работать какую задачу они решают тестировщик не откроет java код и не напишет тесты для ваших методов он ну не поймет вообще он не знаю ну он настолько хорошо не знает java он не знает проект он не знает архитектуру чтобы покрывать ваш код тестами обычно тесты пишут сами разработчики а сеньором ну то есть тестировщики должны знать неплохо саму java ну то есть тестировщики должны знать неплохо проект на чем на питоне тест не ну да язык тестов ну а тут получается тестировщики пишут тесты на java проекте та же схема язык другой дальше еще преимущества обычно по правильному надо писать тесты еще и в соответствии с тз если в тз написано что этот функционал должен быть реализован то по-хорошему нужно написать и тест на эту функцию если вы написали если пройдены все тесты в соответствии с тз вы удовлетворили требованиям тз ну кода кода не весь же на сто процентов код как раз связан жестко с тз у вас же там есть методы которые в принципе какие-то вспомогательные банально геттеры сеттеры не надо тестить да то есть вы написали тесты ну переписываются только те тесты если бизнес логика метода который не тестирует поменялось ну если у вас на входе было три аргумента стало четыре то есть надо переписываться ну код тут уже к вам сама java будет ругаться что она не понимает что она тестирует просто каждый раз при сборке тесты прогоняются если хотя бы один тест упал считается что сборка провалена теперь как в java используются эти юнит тест для того чтобы пользоваться юнит тестами нужно установить специальную библиотеку библиотека где-то написано называется JUnit подключается при помощи джарника либо при помощи мауэна идем на мауэн JUnit мауэн мауэн смотрим что у нас там за версии есть 4.12 ого 26 тысяч 650 использования правда что-то с 14 декабря не обновлялось ну ладно так идем в пом да ничем он не лучше а где тут пятый я пятым сам не пользовался четвертый он на аннотациях все его используют вот а где тут пятый а пятый джи юнит 5 давайте поищем ну он есть но он в альфе поэтому рано им еще пользоваться вот поэтому я его не пользовался то есть я скажу так альфа беты не надо в продакшене использовать продакшене только уже релизы потому что вот зачем вам это головная боль не не трех лет недавно то есть то что релиз то можно использовать то что бета альфа там есть бета 3 ну вот ну да они делают пятую но как вы видите с шестнадцатого года у них ну вот февраль шестнадцатого года использовать более старую версию 4.12 4.12 бета нет не нет смысла ну смотрите ну это смотрите тут с версиями очень интересная штука вообще когда у вас большой проект версии это очень такая болезненная вещь их очень тяжело менять то есть у вас есть приложение в котором там 20 зависимостей они между собой нормально работают вы меняете одну и у вас могут возникнуть конфликты с другими версиями вам надо их менять вы меняете их у вас конфликты 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 и зачем да то есть у вас сборка которая работает отлично переход на любую более новую версию ну зачастую переходят на новой версии когда когда в новой версии устранился бах который вам мешает вот есть в какой-то библиотеке бах ошибка вы ее там как-то собственными средствами там устранили как-то там ее нивелировали но она есть и она как-то на ваше приложение отрицательно влияет понятно что оно работает если бы оно не работало бы не было в продакшене оно работает ну может как-то не очень оптимально вышла новая версия говорит этого бага нет будет работать лучше у нас есть ну как бы преимущественно у нас есть профит от перехода с старой версии на новой и мы как бы миримся с теми неудобствами или с теми проблемами которые к нам в этом случае могут прийти время разработчиков стоит денег вы приходите к закачивать и давайте поменяем версии он говорит а что изменится ну это будет стоить десять тысяч долларов он говорит подождите вы меняете версии я за это плачу десять тысяч долларов и ничего не меняется вы говорите да ну давайте классно же он конечно дурак или что то есть обычно мы на этап старта определились с версиями мы ведем в процессе разработки мы то есть у нас есть стек какой-то ну какой-то стек технологии да мы берем другую технологию раз она заработала не заработала мы начинаем там с версиями играться если мы в процессе в работающем предложении давайте все поменяем а зачем редко это делают обычно я же говорю только если вот действительно есть какой-то польза если там производительность увеличивается меньше памяти есть или еще что то но обычно от версии к версии там концептуально ничего не меняется ну так не ну бывает глобально меняется вот перехода с третьей на четвертой джи юни там там были по моему xml файлы стали аннотации ну да там поменялось кардинально а вот часто бывает там какие-то минорные изменения вообще которые чуть-чуть лучше стало добавили библиотечку стало удобнее работать там чуть-чуть но не глобально так скопировали зависимость вставили ее сюда появилась у нас появились у нас юнитест в чем здесь принцип принцип в тестировании какой он построен на аннотациях вы создаете класс в котором создаете тестовые методы которые тестируют работы других методов то есть вы методами тестируете ваши методы тестовые методы помечаются аннотацией тест они эти методы вызываются автоматически и все ну вся логика построена на классе assert где есть много статических методов для сравнения ожидаемых результатов с фактическими результатами причем тесты бывают разные видите тест с аргументом по таймауту тест с ожидаемым эксепшеном давайте я вам покажу вживую станет понятней вот класс assert у него есть assert true assert same assert not same assert null и так дальше отдельно сейчас покажу давайте создадим свой класс простенький пакет замовый джи юнит создадим класс калькулятор и сделаем здесь метод sum public тип возвращаемых данных пусть будет int sum будет получать int 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 b return будет up так примитивный метод теперь я его хочу протестировать смотрите как это проще всего сделать ставлю курсор на класс который хочу протестировать нажимаю alt enter здесь есть create tests выбираю выбираю систему тестирования видите их тут много джи юнит 4 включу лупу как будет называться тестовый класс в каком пакете он будет лежать видите пакет тот же сейчас увидите чем отличие потом выбираем нужны ли нам фикстуры мы их потом разберем то есть before after нам пока не нужно и здесь я выбираю какой метод я хочу тестировать ставлю галочку буду тестировать этот метод нажимаю ok он мне создал тестовый класс но создал мне его смотрите где в папочке тест то есть у меня есть отдельная папочка тест вот где повторяются та же структура папок и создается новый класс в чем здесь преимущество вот эта папка это тоже source folder и вот эти классы видят ваши классы те то есть они в одном пакете но в разных как бы физических директориях то есть директории разные пакет 1 и тот же То есть у вас классы в одном пакете но физически в разных директориях то есть видите здесь папка java и здесь папка java то есть только это java source root а это да это source root это test root если здесь посмотреть mark directory с то на source root но тест root не показывает они вот пока можно on mark сделать test source root то есть это test source root а это просто source root видите пакет тот же видео можно стартануть run test у нас main нет а класс запустить можем видите он делает метод сумм нехорошо назвал помеченный тест тестовый для сумм но обычно методы называют в соответствии с тем что вы тестируете обычно у одного метода есть несколько тестируем их особенность да например у нас будет деление мы будем делить что проверять деление мы будем проверять деление на ноль мы будем проверять там то есть ну положительный исход отрицательные exception и время мы один и тот же метод можем тестировать пятью тестами и все эти тесты должны называться по-разному и по названию теста должно быть понятно вообще чем мы проверяем в нашем случае до может быть может быть больше ну смотря опять же что делает ваш метод если у вас метод лезет в базу и оттуда что-то выдать вытягивает и обрабатывает то у вас метод может быть больше строк 100 строк кода тестировать и будет тремя строками то есть вы даете запрос и вы смотрите результат все а вот эта вся внутренность там обработка данных как бы вы ее не протестируешь не будете тестировать так получил я это поле или нет а это поле я получил нет а сложил я их или нет нет вам надо дать исходные данные дать результаты посмотреть ожидаемый совпал с фактическим или нет конечно тесты на примере и работе с базой намного наглядней показывать почему потому что там больше мы раскроем именно понятия подготовить базу надо тестовую это тоже все в тестах можно сделать у нас с вами здесь такая ситуация нету состояние что у нас у метода состояния никакого мы дали два числа вам вернуть результат состояния нету а если мы например тестируем базу там есть состояние у базы есть состояние и состояние базы будет влиять на результат наших тестов нету записи в базе все у вас тест провалится не потому что у вас метод неправильно такие особенности окей сум ну давайте просто пока сумм тест может написать ладно пусть почему по он их по-другому называл не с классом да он классы не может одинаково назвать методы нигде тут нету префикс какой-нибудь указать ну ладно пусть будет сумм тут можно все равно то есть ну будем считать а в сумме что мы можем проверить только сумму 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 как будет положительная а пишется так позитив то есть положительный исход как мы будем проверять у нас есть класс ассерт у которого есть много ассертов здесь есть ассерт equals который сравнивает ведь разные типы данных есть тут и не важно мы какие аргументы напишем то он и будет сравнивать если вы посмотрите то что он там импортировал эти тест импортировал и ассерт импортировал причем ассерт можно сделать еще статик импорт чтобы слово ассерт не писать вот и мы здесь видим у нас есть как бы из аргументов месседж то есть сообщение если тест будет провален expected ожидаемый результат actual результат и погрешность следовательно мы должны указать с вами здесь прежде сделать int actual который будет выглядеть например new калькулятор сумму и сюда написать например 3 и 5 ну и на 3 и 5 лучше вынести как 3 5 ну чтобы здесь было понятно там а b здесь можно написать first meaning second meaning ну более подробно можно их в константы вынести но это уже зависит от того будете вы их потом еще где то использовать или нет то есть мы текущее значение получили от метода expected ожидаемое сколько мы ожидаем с вами 8 теперь пишем месседж 0 0 0 0 0 0 0 0 чек-позитив сценарий дальше у нас будет expected дальше у нас будет actual и погрешность ну погрешность ноль потому что мы интовые числа сравниваем погрешность нужна для даблов когда вы сравниваете даблы погрешность лучше писать ну насколько вам точно есть но он по-моему деприкейтед считается и этот не деприкейтед но у некоторых вариантов но для даблов смотрите деприкейтед то есть для даблов для флоутов нужно писать погрешность можно но этот метод считается не рекомендуемой к использованию мы тоже погрешность написали все мы с вами тест сделали теперь его можно запустить и посмотреть будет ли он пройден видите тест пройден если например мы здесь изначально сделаем тест не пройден где мой месседж еще месседж должен быть да вот чек позитив сценария то есть на проверке позитивного сценария мы с вами провалили тест на самом деле вот здесь assert equals выбрасывает exception если внутри теста был exception тест провален если внутри теста exception не было тест не провален то есть проваленный тест читается по выброске exception а то есть вот так тест пройден смотрите пустой тест читается пройденным почему потому что не пройденный тест это там где был exception 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 не было все хорошо что мы с вами можем проверить можем проверить например на скорость работы перформенс или сивканс так проверяем скорость исходные данные те же экшел нам не нужен вот это нам не нужно вот эта штука нам не нужно а здесь надо выставить таймаут говорим он должен выполниться за 10 миллисекунд можно сделать заглушку то есть как и надо делать пишут тесты ну то есть вы определились с перечнем тестов которые вы будете реализовывать но их пока не реализовали по каким-то причинам и тогда делают заглушки то есть это по сути заглушка но единственное нехорошо в ней то что эта заглушка будет успешной вот нет да вот этот не успешно то есть вернем его нормальное состояние тесты пройдены но у меня нету тут теста никакого эта штука ничего не тестирует в чем в чем плохо таких заглушек в том что вы просто забудете что вы этот тест не реализовали будете считать что все хорошо в этом случае здесь надо делать метод который называется фейл теперь тест будет проваливаться всегда вот summary 13 миллисекунд тест провален хотя видите никакого тут 13 миллисекунд здесь нет просто мы с вами зафейлили тест ну это будет вот сумм перфоманс сумм перфоманс видите как и поняли как работает теперь мы увидели что тест не реализован давайте его реализуем мы тест реализовали до 4 миллисекунды вот он работает врет врет вот видите 23 миллисекунды вот видите 23 миллисекунды не написано за сколько выполнилось видите то есть опять миллисекунд думаю уже отработает то есть я думаю здесь будет написано всегда то время что тут написано да его написал ну опять же излишки вот вот мы с вами два теста написали причем смотрите у мавана есть goals тест я могу тесты прогнать через маму да видите run 2 fail 0 roll 0 skip 0 вот причем если вы сделаете package тест входит в package если вы вот здесь где-то его не выключите титан тут выключается skip test сделаю вот так будет скипать тесты видите тест выключил тест включил теперь если я сделаю package он тесты будет прогонять тесты провалится сборка не пройдет ну не успешно можно проверить здесь ставим единичку нажимаем package тесты error вот build fail и вот тут объяснение видите exception exception error check positive сценарий exception и вот fail 1 тест то есть при сборке тесты были не проведены выключу тестирование не ту кнопку нажал выключу тестирование опять запущу package build success build success ну это не обмануть это называется как вы хотите с тестами или без вот мы с вами прошлись по тестам дальше можно запустить с покрытием кода тестами как это сделать и то вот run calculator calculator test with coverage с покрытием 100% покрытия у нас один метод и на него есть тест два теста вот то есть вот он мне сказал что junit покрыт на 100% но все остальное мы и не тестили да вот зелененький ну это он тест сколько выполнял а как он эти цифры откуда берет надо почитать в доке опять же это среда это среда цифры там какие-то свои считают то есть это плагин среды мы видели maven никакие там время не пишет calculate test еще раз запустим вот 3 3 0 о а тесты сейчас провалились видите сейчас 15 миллисекунд здесь могло повлиять время создания объекта ну тупануло там где-то и тест был не пройден здесь мы с вами видим эту кнопку нажал здесь мы с вами видим проблему брейкпоинт стоял здесь мы видим с вами проблему вот окружение да мы создаем объекты он то успевает создаваться то не успевает тут в принципе ну нехорошо в тесте создавать объекты то есть мы же метод тестируем а не скорость создания объекта об этом сейчас поговорим понятно как это работает теперь мы с вами ну вот этих ассерты мы использовали и там есть ассерт true то есть он проверяет в качестве аргумента что ему пришло false или true ассерт same сравнивает объекты не not same ссылаются ли ссылки на различные объекты то есть тут сравниваем ссылки проверяем null не null проверяем выполнение условия fail показывал что делает fail и тест и фикстуры что такое фикстуры фикстуры это состояние тестовой среды которую необходимо преднастроить перед всеми тестами или перед каждым тестовым методом и эти методы которые преднастраивают среду должны быть помечены соответствующими аннотациями before и after before это методы которые будут выполнены перед каждым тестом after это методы которые будут выполнены после каждого теста before класс это перед началом тестом after класс после теста то есть что я могу здесь делать я могу сказать например что я хочу объект калькулятора для каждого теста создавать отдельно но чтобы уйти от состояния то есть будем считать что я хочу удостовериться что мой метод тестируется в идеальных условиях что предыдущий тест не повлиял на результат работы текущего что я делаю я выношу калькулятор свой можно написать равенал как поле здесь делаю метод void например init calculate инициализация калькулятора калькулятор равно то вот так а этот метод помечаю аннотацией before перед каждым тестом будет создан новый объект калькулятор то есть этот метод отработает перед каждым этим чтобы это отследить смотрите system.out.println before а здесь это у нас тесты да если я теперь запущу смотрите before test before test то же самое с after before class after class можно просто показать как эта штука работает будет так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... чтобы предыдущие тесты не влияли на последующие убрать это состояние это называется фикстурами дальше, что еще бывает есть так называемая концепция разработки через тестирование TDD Test Driving Development это что такое это когда вы пишете сначала тесты а потом реализуете тестируемые ими методы в обратном порядке мы с вами сначала написали метод, потом его протестировали а есть концепция которая говорит, сначала напиши тест а потом реализацию удовлетворения этого теста в интернете по этому поводу много всяких хочу картинку хочу картинку статей такой размер не очень получше может где то есть то есть какая концепция мы с вами пишем тест тест на какой-то функционал здесь мы тестируем функционал написали тест на какой-то функционал то есть мы пишем тест не на готовый метод а на функционал а потом этому функционалу пишем реализацию проходит ли написанный тест если тест прошел значит мы неправильно написали тест не может пройти тест на функционал которого нету то есть тест должен провалиться то есть мы пишем тест который не выполняется тогда сложно написать код который бы удовлетворил то есть надо написать тест который будет изначально который не пройдет если тест не прошел теперь мы пишем реализацию которая бы удовлетворила нашему тесту написали код проверяем запускаем тесты ни один из тестов не прошел пишем возвращаемся к реализации и так пока не пройдет тест пройден все тесты завершены успешно чинить код почистить код ну по сути это рефакторинг мы с вами рефакторим код после того как мы код зарефакторили опять пишем тест радость такого программирования заключается в том что вы не пишите лишнего то есть вы вы изначально тестируете необходимый необходимый функционал и пишите минимально необходимую реализацию то есть вы во время тестирования лучше во время написания теста вы лучше понимаете задание техническое ну как бывает да мы с вами прочитали техническое задание написали начинаем проверять что мы написали и понимаем что мы что-то не дописали или написали лишнее ну не знаю например вам говорят да по сути ты пытаешься то есть ты тестируешь то чего еще нету а пока пишешь тесты лучше понимаешь что надо сделать то есть да то есть ты знаешь результат а под результат подгоняешь код а не наоборот ты пишешь код а потом смотришь какой результат у тебя получился считается что прирост производительности до 30% в скорости разработки ну это если опять же мы в обоих случаях пишем тест вот считается что это более оптимальный подход но для этого подхода нужно хорошее ТЗ вы должны понимать что вы под что вы пишете тесты должна быть конкретная задача если задача абстрактная то под абстрактную задачу сложно написать тест вот ну такая прогрессивная и считается очень правильный подход методика разработки концепция разработки что здесь еще причем пишут вот видите внизу чистим код рефакторинг что за рефакторинг пишут в лоб часто надо выбросить exceptions raw exceptions чуть ли не так потом то есть ну то есть есть задача ее решают в лоб не пытаются там сильно задуматься там выпить в лоб решили одна задача вторая третья потом смотрим у нас такой корявый код решения задач мы его по рефакторе опять тесты прогнали вот тесты прошли рефакторинг хороший давайте дальше понятная идея можем попытаться сделать пойти через эту штуку попробовать этой концепцией воспользоваться так идем в наш калькулятор добавляем здесь метод деления ну понятно я не могу написать тест почему не могу ну нельзя тестировать наверное метод у которого которого вообще нету мы можем здесь написать тест деления но придется его создавать вручную давайте сделаем просто метод деления паблик паблик тип возвращаемых данных дабл дэвайт сюда говорим что придет вот тогда деление на ноль будет разрешено то сейчас забыл что бывает даблы все типа метод проще с интерфейсами у вас есть интерфейс в нем объявлен метод у него нет реализации вы тестируете метод интерфейса вы вызываете метод интерфейса и ничего у вас не получается у вас есть интерфейс и вы под интерфейс начинаете делать реализацию вы делаете реализацию но, правда, все равно методы заглушки появляются и вы тестируете то есть, окей, теперь мы здесь с вами создаем тест под divide да, вот, появился divide что мы с вами здесь сначала тестируем положительный, да, положительный исход мы говорим, что у нас будет калькулятор так, а вот же создается вот, у меня же before есть это же тот же класс сэкономим время то есть, я говорю, что у меня будет A и B и будет double 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 divide double double divide сколько я ожидаю 3 делить на 5 06 проверим большая погрешность 3 на 5 06 запускаем тест провален идем сюда пишем а делить на запускаем отлично пишем новый тест теперь тест будет на exception пишем expected divided by 0 arithmetical exception arithmetical exception arithmetical exception .class у меня будет db будет 0 это уже не надо не просто вызвать не просто вызвать а а а то есть и и и и есть exception или нет все запускаем тест провален идем сюда говорим если b равно 0 throw new arithmetical exception запускаем тест пройден итак пока мы не выполним и так пока мы не напишем тесты на все пункты нашего технического задания пока не опишем всю ну не покроем тестами всю бизнес логику опять слегка идеализировано тесты на калькулятор еще можно написать а на тесты на интернет-магазин посложнее не мы придумаем прочитав тз заказчик вам тесты напишет в тз то есть вы сами читайте тз и для себя определяетесь какой перечень функционала вы будете тестировать плюс понятно что некоторые некоторые функционал будет очень такой взагали да и там в одним тестом не покроешь ну вот мы с вами как бы описали до тесты лучше тесты или писать в начале или сразу по ходу написания кода когда у вас уже код написан и начинать писать тесты уже как бы посложнее кода много покрывать его тестами но сложнее но тут еще от сроков зависит конечно сроки горят какие тесты пиши чтобы хоть как-то работа не просто к чему бывают же штрафные санкции за не соблюдение сроков вот и тут уже заказчик может проверять правда наличие теста то есть если это обговорено что там величина покрытия тестом такая то извините должны писать тест не ну конечно но сроки сроки шага огвариваются вот оценивается ну обычно как идут продают одни пишут другие как происходит продажа какая-то какой-то митинг не митинг там обычная это какая-то там какое-то мероприятие крупное там съезжаются сейлы съезжаются заказчики и за бокалом пива идут ведут какие-то переговоры представитель заказчика говорит что им нужно при представитель фирмы говорит что они могут это сделать и такое там обычно идет торг мне там предложили сделать за такое-то время за такую-то цену говорят а мы сделаем чуть дешевле и чуть быстрее тут у села же основная задача продать а потом уже уже думают блин а как же вложиться в те сроки которые продали ну тут как бы тоже то есть обычно как есть человек который технически грамотный но он ездит по всем конференциям каким-то мероприятиям там где-нибудь в дубаях какой-то айти форум или еще где-то и там вот сидят и слушают сначала концепции развития потом начинают там на кофе брейках общаться делиться впечатлениями контактами одни пытаются найти реализму если компании не надо ничего делать чуть туда ехать если не так все хорошо то есть одним надо купить вторым надо продать и вот на таких мероприятиях встречаются и вот этим делом обмениваются и вот там общались со львовской конторой крупная у них полторы тысячи в штате человек они говорят что где-то 80 процентов заказов приходят вот таких мероприятий то есть 80 процентов заказов это не биржи не опверки и а вот именно сейлы ездят по всяким мероприятиям почему не такие дорогие где-нибудь день движухи где-нибудь там там было в европе забыл страна типа амстердама что-то 200 тысячи евро участие то есть это кофе брейк какой-то завтрак и это не дорога ни жилье ничего то есть то есть ты просто зарегистрировать тебе просто туда пустили да все смотрят там кто зарегистрировался представители каких фирм смотрят на чем они специализируются можем ли мы им что-то продать если они туда едут значит им что-то надо и вот как бы так люди катаются по всем этим движухам и продают потом он приезжает говорит вот надо делать если своими силами может могут делать делать а вот а потом смотрят своими силами могу делать делает не могут нанимают аутстав какой-то который включают в проект курирует его то есть ну типа того то есть эйчар 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 агентству говорят стек стек и количество человек и их квалификация находят их как бы курирует 3-4 человека сеньора этой фирмы педалят где-то на стороне там вот а вот всякие эти опверки и такие биржи говорят где-то в среднем 20 процентов заказов приходит от тут но опять же как это вот это с одной фирмой общались их их топ-менеджер рассказывал как они это дело делают может кто-то специализируется и на всяких этих биржах ну на бирже сложно да на биржах там свои кормятся вот поэтому вот в основным по таким движухам катаются и где-то ищут заказчик так ну плюс вы понимаете тренды если то есть чтобы что-то продать надо понимать чего хотят купить то есть какие технологии на слуху вот это все технологии стек языка и когда есть потенциальный заказчик ему рассказывают как у нас все хорошо чем мы владеем что мы умеем типа того вот для этого же сертификацию надо проходить то есть ну кто педалит по факту уже никто не знает главное что специалисты главное что специалисты такая же такие фейковые специалисты то есть я человек в штате еще плюс 20 конторах в штате только ради того что он специалист что у него очень много сертификатов да так а есть люди сертификаты серьезно а ну есть люди у которых по 30 по 40 там чисто вот человек это его работа получить бумажку в этой сфере не шарит но бумажка есть пережитки хорошо так это мы уже ушли чуть в сторону в принципе может кому-то будет полезным лекция о что еще бывает то есть это мы с вами обсудили бывают тест сьют и это что такое смотрите у вас может быть много тестовых классов мы с вами один написали на то есть обычно как один класс один тестовый класса а у вас классов могут быть там сотни тысячи и что каждый отдельно запускать неудобно для этого можно делать так называемые тест сьют и то есть наборы тестовых классов которые должны проверяться то есть зачем это делают то есть вы хотите проверить не всю функциональность вашего приложения только какой-то кусок вы кусок ну вы набор тестов входящего в эту функциональность объявляю объединяйте в тест сьют а потом только этот тест сьют запускаете как это делается это делается следующим образом вы создаете класс которому который аннотируете аннотации runs run with suit class и suit classes круглые скобки фигурные скобки через запятую указываете те классы которые входят в этот тест сьют по сути вот это массив массив из классов и запуская all tests вы запустите тесты всех вот этих тестовых классов а all tests может быть пустым вообще класс агрегирующий тестовые класс зачем это делать ну у вас тесты могут выполняться долго у меня они выполняются там за миллисекунды то есть может там на большом проекте на каком-то несколько часов крутится может больше смотря что у вас там считается какая у вас тест ну тестовая база или не знаю поэтому сколько у вас этих тестов да если у вас там с десяток тысяч тестов наверное они за секунду не выполнится а вы работаете только с каким-то кусочком функционал вам не надо весь перечень тестов прогонять вы берете делаете себе тест сьют только на определенный набор тестов только чтобы протестировать определенный конкретный функционал запускаете его и смотрите работает нет мавын прогонит все тесты но тут чисто для разработки вот удобно делать такие сборки из тестов понятно как работает тестют у вас просто один тестовый класс можно еще один сделать что-нибудь протестить я для него си тест что мы с вами эксепшнах что-то потест у нас в аврайтере должен быть эксепшн при клоузе посмотрим что у нас здесь особо у нас там копия была копия у нас в эксепшн по-моему падал да вот он какой эксепшн был не помните не-не-не в копии его эксепшн да при копировании при любом берем на этот класс создаем тест create tests main а он правит паблик а он а 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 сейчас должен быть по-честному пройден уэксэпшн то есть он отжидал от меня его exception а получил получил много эксепшенов не не понял он этот эксепшен неправильно он работает как-то ну ладно то есть видите вот тест копии что я делаю я хочу сделать вот здесь тест который объединит тесты из exception и из JUnit new java-class all tests здесь собака что у нас там было run with is suit вот 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 здесь и и и и и и и Здесь нужен массив. Здесь нам нужен теперь калькулятор test.class и app1 test.class. Вот и теперь запускаем. Run. Видите, он мне показал, что в рамках whole test было выполнено calculate test и app1 test. Можно развернуть и посмотреть. Все выполнилось. И так сюда можно напихать много их. Понятно? Вот так эта штука работает. Лишняя зависимость. Какие будут вопросы? Следующее занятие у нас с вами лекция. То есть лекция практика. Практика, посвященная тестам. Будете делать и TDD, и без TDD. Писать разные тесты. Код. Куда же его выложить? Битбакета у вас еще нету. Ну, потом его оттуда отвязывать. Да. Ну, да. Могу в скайп кинуть проект этот. Зазипованный. Есть вопросы? На этом все. Эксепшены мы повторили. Все сделали. До свидания.